Всем привет, вы на канале CryptoComments, и мы продолжаем наш CryptoTravel-влог. Это Аргентина, Буэнос-Айрес. Вот, я думал, тут написано каннабис, но тут написано кабинус, так что мы идем дальше. Ну, что можно сказать? Слушайте, Аргентина радует. Вот вы спрашивали, как тут вообще, чё? Вот оно вот все вот так вот, прям точно, как я вам сейчас показываю. Значит, что? Вот мы идем в сторону улицы Санта-Фе. Это прям центр-центр. Красный цвет дороги нет, но мы же руссо-туристы, нам все пофигу. Короче, в двух словах про Аргентину. На самом деле, я бы хотел сделать более такой подробный обзор, и мы его сделаем. Мы уже даже решили с парнями, это будет прям конкретный фильм про CryptoArgentino. А сейчас могу просто в двух словах вам рассказать, пока рынок радует нас своими зелеными свечками. Вот. Надеюсь, вы не торопитесь шортить это дело. Ну, в любом случае, коррекции еще будут, будут, и флэт обязательно будет. Я не то, что мы там сейчас прям тузыму из текущих. Уже теперь, как бы, да, уже мы с вами поменяли немножко свой настрой. Хотя, с другой стороны, может быть и, может быть, как раз из текущих, знаете, как бывает. Как после коронадампа, помните, когда биток улетел с 3000 на 14? Тоже никто не ждал, там по 4 его все уже продали. А он на 14 сходил. Так что можем и на полтос слетать. Но это все догадки. Вот, смотрите, кафешки повсюду, люди сидят. Вот. Такая прям Европа на минималках. Вот. А то и на максималках, да. Собственно, что я хочу сказать про Аргентину. Замечательная страна, некогда богатейшая страна Южной Америки. Крупнейший экспортер говядины. Ну, и вообще всякого мяса. Вот. Но случилось что-то. Случилось немыслимое, короче. Один песо раньше стоил 1 доллар, чтобы вы понимали. В далекие там какие-то... Ну, как далекие? Не такие уж и далекие. Короче, это было в конце 20 века. Аргентина была реально очень крутая страна. И песо стоило 1 доллар. И вы, кстати, знаете, что 1 доллар, вот этот значок, точнее доллар, это и есть значок песо. С одним, как бы, с одним подчеркиванием, ну, прочерком, да. О, птичка. Вот. Доллар, именно US доллар, вот этот с двумя, это уже потом они как бы сперли в Аргентину. Короче, суть в том, что 1 песо стоил 1 доллар, и все жили долго и счастливо. А сейчас, чтобы вы понимали, 1 доллар стоит 400 песо практически. Ну, 375-380 вот сейчас он стоит. И чтобы вы понимали, какая инфляция, мы приехали сюда где-то 5 месяцев назад, он стоил 270. То есть он уже офиганул где-то на сколько? Полтора раза почти. Меньше, чем за полгода. То есть реальная инфляция в год примерно 100%. Представляете себе, ребятушки? О, Авенида Санта-Фе. Замечательно, вот нам сюда. Сейчас на метро прокатимся с вами. Так вот, представляете, какая тема песо потеряла за 20 с чем-то лет? В 300 с чем-то раз упало песо. Вот что происходит. И, естественно, ничего в этом хорошего нету. Тем более, что, ну, как бы, это же все за счет, вот, обнищания бедного населения происходит. Вы же понимаете. Причем самый прикол, что, как бы, для туристов сейчас сделали более-менее нормальный курс, вот этот вот, 370, да, там, плюс-минус. А для местных курс 200. То есть, прикиньте, поскольку Аргентина, как бы, дефолт, они платят по своим этим госдолгам, у них есть два курса, внутренний и внешний. И, короче, доллар официальный курс банковский где-то 190. А на улице его меняют по 370. То есть, ну, прикиньте, в два раза, как бы. И это, конечно, полный трэш метал, потому что люди вынуждены менять, как бы, на черном рынке и тратить, соответственно, кэш. Везде нужен кэш. Вот. Не, ну, вы можете, конечно, поменять на черном, потом закинуть себе, если у вас есть песовая карта, местная карта, то есть, в нее тратить. Но все равно геморрой, короче. Вот. И вот это все так и происходит, собственно, что нужно ездить в обменнике. О, вот оно, метро. Метро, кстати, очень прикольное, мне нравится. Поехали, прокатимся на метро. Только я не помню, какая линия нужна. И вот так и происходит, что вы, типа, должны ехать в обменник, причем в выходные ничего не работает. То есть, если вы обнаруживаете себя в пятницу вечером без денег, то как бы до понедельника можете уже не суетиться. Все равно ничего не работало. Вот. И вы вот так вот и живете. Сначала вам это кажется, блин, что-то какая-то шляпа. Потом начинаешь привыкать, потом это начинает нравиться. А потом влюбляешься в Аргентину и не можешь уже отсюда уехать. Это я сейчас говорю всем тем, кто всерьез задумывается об эмиграции. Опять же, ребята сюда многие приезжают рожать. Знаете, да, наверное, что если здесь рожаешь, сразу автоматом дают гражданство всем. Вот. Единственное, что если уже есть дети, то как бы вот с ними будет сложно. Потому что им до 18 лет как бы ничего не дадут. То есть дают только родителям и тем, кто здесь родился. Вот. Тем, кто не рожать сюда приезжает, тоже на самом деле нормальная тема. Нормальная абсолютно тема. Приезжать сюда просто как бы легализовываться. Но это занимает примерно от 3 до 5 лет. То есть нужны какие-то основания. Вот, смотри, здесь такая карта типа тройки. Тоже. Хоп. Проходишь и погнали. Вот. Ну, кстати, это не строго. Никто не проверяет. Можно и так щемить. Короче, приезжаешь сюда легализовываться как кто-то. Как Рентие, например. Если есть недвижимость, ты можешь ее сдавать. Ну, нужно показывать доход, короче. У тебя есть доход. Либо просто на бомжах. Некоторые приезжают. Тут висят там по 3-5 лет. И потом им дают паспорта. Вот такая тема. Ну, я, конечно, не особо круто, наверное, это все рассказал. Есть куча видосов других, которые более подробно об этом вам расскажут, если вы интересуетесь именно этой темой. Так, слушайте, кстати говоря, здесь еще фишка в том, что здесь раньше было левостороннее движение, потом стало правостороннее. Но поезда остались левосторонние, прикиньте. То есть движение сейчас вот слева, поезд поедет туда. Так, ладно, мне надо посмотреть карту. Сейчас мы на секунду прервемся. А вот, собственно, и поезд. Вот, собственно, и поезд. Который едет туда. Но мне кажется, это наш. Давайте попробуем сесть. Давайте попробуем на него сесть. Посмотрим, куда он вас отвезет. Как вариант. Так, ну и вот я, короче, разобрался. Как-то через одно место. Но разобрался и доехал, ребята. Решил вам не показывать прям метро-метро, потому что что там в вагонах ходить, правильно? Поэтому мы продолжаем с этого места. Значит, что я вам хочу еще сказать. Что, естественно, вот эту всю проблему, которую я вам озвучил с PESSA, решает не только доллар, в который ребята здесь выходят. Ну, естественно, ребята, и эту проблему решает наш любимый Bitfucking Point. Потому что Bitcoin решает, в принципе, любые проблемы. Такие, как Don't Trust Verify, да, когда не доверяешь, проверяй. И вообще, количественное смягчение, то, что мы сейчас видим, происходит в Соединенных Штатах и по всему миру, да, неконтролируемый печатный станок денег. А они никуда не денутся в ФРС, они будут и ставки повышать, и бабки печатать. Чуваки, прикиньте, если у вас есть печатный станок, ну вот скажите мне, вы что будете делать? Я знаю ответ, вы будете печатать деньги. И хрен вы остановитесь. И также, если бы у вас был печатный станок биткоина, вы бы тоже их печатали. Поэтому всем майнерам большой привет. Они именно этим и занимаются. Только биткин печатать гораздо сложнее. Их всего будет максимум 21 миллион. И в этом ценность биткоина. Вы будете очень-очень медленно майнить. Хоть чуть-чуть, по крупице, по сатошику, понимаете? И вот в этом ценность биткоина. О том, в том, что вы не можете его конфисковать, запретить отправлять. Понимаете? Это очень круто, на самом деле. То, что сейчас вот банки скамятся. Да, вам любой банк может вашу транзакцию заморозить. Сказать, чувак, как бы объясни происхождение средств. Криптобиржи, конечно, так же могут сделать. Но вот именно холодный блокчейн битка так сделать никто не может. Никто не сможет вам запретить отправить любую сумму средств в любую точку мира со скоростью света, можно сказать. Ну, да, ладно, со скоростью 15 минут в случае первого слоя блокчейна биткоина. Но все равно, там за это мы и платим с вами. Это цена. Вот эти 15-20, а иногда там 30 минут. Это цена, которую мы платим с вами за то, чтобы подтвердить, что это битки настоящие. Опа, чуть гриню не замокрили только что. Вот. Пошел за людьми, видите, а еще красный. Это цена, которую мы платим. Это комиссия, которую мы платим, там, 5-10 тысяч сатоши за то, чтобы быть уверенными в том, что это настоящие битки, а не какие-нибудь опернутые, там, битки на эфире или на кефире или на какой-нибудь салане, блин, дай бог. Поэтому вот в чем ценность-то, друзья. Так что смотрите, что я вам хочу сказать еще раз. Битки надо накапливать. Бит, факинг ки. Запомните это, блин, я вам серьезно говорю. Причем трейдинг трейдингом как бы. Но реально самая тема – это ходл и инвестиции в битки. Потому что вот, ребят, скажу чисто про себя. Я инвестировал в первые битки, когда он стоил по 250 долларов. И вот теперь, прикиньте, даже сейчас, после… На дне этого медвежьего рынка, да, после этого медвежьего рынка, даже сейчас, он все еще на 100 иксах от той первой цены, по которой я покупал. А было это всего там 6-7 лет назад, понимаете? О, травкой пахнет. Вот. Здесь, кстати, вообще все спокойно с этими делами, никто никого не трогает. Хочешь курить себе на улице. Вот. Полицейские все друзья. Никого никто не останавливает на тачке. Ну, как бы, нет никаких рейдов, ничего такого. Но есть, конечно, какие-то штуки, типа там, за городом поздно, если гонять. В целом, все очень френдер. Вот. Поэтому, что я вам хочу сказать. Инвестиция, конечно же, побеждает. Потому что даже сейчас, я говорю, он на 100 иксах от моей первой покупки, а на пике был на 300 иксах. Ну, что вам еще даст? Какой актив? Такой прирост? Вот. Ну, надо понимать, ребят, надо не строить иллюзии. Это не прирост, это не биткоин растет. Это доллар падает. Я вам всегда говорю. Ну, это как бы по сути одно и то же, потому что мы просто меряем цену биткоина в долларах. Так вот, я жду, когда уже наконец-то мы перестанем измерять цену всего в долларах. А начнем измерять цену всего в сатошах, ребята. Даже не в биткоинах, а в сатошах. Потому что биткоин это слишком большая единица уже будет. Вот мы сейчас тут снимаем виллу. Она нам обойдется где-то в полтора биткоина на три месяца. Шикарная вилла, с которой мы будем стримить и показывать вам всякие штуки. Мы еще будем делать музыкальные подкасты там и стримы, поэтому подписывайтесь обязательно, пардон, на наш музыкальный канал, также I think so. Ссылочка на который обязательно появится сейчас где-то вот в том углу экрана, я думаю, да? У нас скоро будет новый альбом, новый клип, и мы очень хотим вас им порадовать. Так что смотрите, какие, ребята, дела. Крипта – это будущее, фиатные деньги – это прошлое. Но я не знаю, какую вам аналогию еще привезти. Раньше люди, я не знаю, там ракушками рассчитывались, там что, на лошадях ездили, понимаете, при свечах читали. А сейчас, вон, у нас электрокары, электричество везде, понимаете? Раньше люди почту отправляли голубину, и потом имейлы. Тоже все говорили в начале, там, в конце 80-х, в начале 90-х, какие имейлы, вы что, это там какая-то сложная херня. Даже смски раньше не умели писать, помните, какой там телеграмм, ватсап, звонили все. Поэтому, помните, телефон еще у кого шнур такой, телефон на шнуре, кто помнит, у которого такой серпантиновый. Провод. Ставьте лайк, кто помнит. Вот. Так что эволюция-то движется вперед, поэтому не надо цепляться за какие-то старые вещи, такие как доллар, там, и так далее. Ну, пожалуй, золото только исключение. Ребят, золото вообще выглядит на макро-таймфрейме, как гигантская чашка с ручкой. И сейчас, ввиду того, что все бегут из банков, я думаю, что золото просто с гэпом в понедельник откроется куда-нибудь на 2200 там или еще выше. Напишите в комментариях, согласны ли вы с этим мнением. И вообще, что вы думаете по поводу этого всего, друзья. Вот. Если вам интересно еще больше про Аргентину, тоже ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Мы будем снимать с ребятами в более хорошем качестве, такой более нормальный контент. А пока просто я вот иду, собственно, в офис и решил показать вам, что погода хорошая. У меня жара на самом деле, пипец, я потный весь, как не знаю что. Как мочалка. Вот, поэтому что, друзья, пойду искать дорогу, я не понимаю, куда я иду. Когда я с вами разговариваю, снимаю видео, я не могу смотреть в гугл-карту, поэтому немного затрудняюсь навигацией. О, приколитесь, какая тема. Холдер. Холдер побеждает, я же вам говорю. Только неправильно у них написано, должно быть ходлер. Вот, ладно, ребята, не могу я никак все-таки перестать вам это показывать, потому что это такая красота. Посмотрите, солнышко пробивается сквозь деревья. На самом деле прикольно, знаете, что в Буэнос-Айресе, что вот эти деревья, я не знаю, может они их, конечно, высаживали, но выглядит так, как будто наоборот, это все как бы здесь было вечно. Как будто бы этот город в джунглях как бы прорубили эти дороги, а деревья оставили. И вокруг них вот такие вот как бы закутки сделали, потому что выглядит просто сногсшибающе. То есть это не вот эти вот, знаете, дефолтные такие пальмочки там или что, которые сажают, а это прямо реально рудцовые настоящие деревья. Посмотрите, как они избиваются. В общем, я не знаю, я вообще такого нигде не видел. Очень прикольно, по-моему. Вот, что еще из отличий? Ну вот тут везде, например, помойки на улице, смотрите. Везде на улице помойки, но все при этом чисто, их убирают вовремя и вообще без проблемы. Потому что все как бы районы квадратные. Вот мы сейчас доходим до угла квадрата. И суть в том, что вот квадрат, как бы в нем внутренний двор, в него не попасть с улицы. То есть он весь вот такой сплошной квадрат и вход чисто вот в дома, в парадные, да, как бы. А уже изнутри, из своего, вы можете попасть во внутренний двор и там, если надо, что-то поделать. Короче, все квадратное, все очень удобно в этом плане, потому что не потеряешься. Вот, например, идешь там, знаешь, там, ага, там, 10 квадратов прямо, допустим, и там, 5 квадратов налево. Окей, и пошел чесать. Ну, в принципе, кто был там в Европе, Барселона, очень похоже, организовано, что еще. Да и в Штатах, в принципе, тоже такая есть тема, что все квадратное. Много где вообще. Вот, ну от Москвы конкретно это, конечно, отличается и от России, потому что в России все круглое, все просторное, все такие какие-то там непонятные изгибы. Ну, кстати говоря, местами даже на Питер похоже, но вот на центр Питера, знаете, такой, тоже он достаточно квадратный. Вот, так что не знаю, что вам еще рассказывать, просто хочу вам это все показывать. По идее, надо молчать, наверное, идти и снимать звуки улиц. Я по привычке все что-то гоню, гоню. Вот велопрокат Экобиби, похожий тоже на тот, который в Москве. Велопрокат повсюду. Что еще? Есть чем удобно еще квадраты, что всегда куда-то есть зеленый. То есть, вот, допустим, туда сейчас красный, а мы можем пойти сюда на зеленый. И он, кстати, белый, обратите внимание, он белый. Честно говоря, я не понимаю, по какой причине. Может быть, зеленый отсвечивает. И вот мы пока дошли, уже здесь сейчас зеленый загорится, можно идти. Видите, какой прикол? Вот он белый загорелся. Вот, киоски. Со всяким добром. Шаварма. Что тут еще? Ну, в общем, как-то так вот, друзья. Как-то так. Вот, еще я хотел вам сказать про альткоины. Про альткоины, которые просели уже на 95, 97, 98%. И я вам хочу просто напомнить, что это те же самые альткоины, ребята, которые вы хотели покупать, когда они были на хаях, и вы ждали, чтобы они хоть чуть-чуть упали. Это те же самые только доты, аваленчи, дэши, чии, касты, биткоин кэши, лайткоины, что угодно. Это все то же самое, только сейчас уже психология другая. Сейчас уже вы боитесь покупать. Сейчас уже вам страшно покупать. И так и должно быть на дне рынка. На дне рынка всегда страшно покупать. А по факту надо это делать. Конечно же, дисклеймер, не финансовый совет. Но, тем не менее, все ссылки в описании. Лучшие биржи, надежные обменники, хорошие кошельки. Так что, друзья, я думаю, что сейчас в долгосрок самое-самое время накапливать крипту на споте, как ходлер, как инвестор. Можно пробовать ей торговать без вопросов. Вон, мы с вами, вы знаете, за этот флэт, за этот небольшой отскок уже там по 3-4 икса многие сделали в битках и в эфирах. С чем я, кстати, всех вас и поздравляю, выражая большой респект. Не забывайте забирать прибыль. Но в целом, конечно же, в долгу инвест побеждает, ходу побеждает. Потому что, ну, я не знаю, ну, если реально крипта делает в среднем там 10 иксов в год, да, бывают минусовые, да, да. Но в целом-то в долгу мы видим этот тренд. Так что, честно говоря, я бы вам рекомендовал побольше инвестировать в долгосрок и поменьше трейдить. Потому что трейдинг все равно это, вы можете хоть тысячу процентов, хоть 10 тысяч процентов сделать, а потом в какой-то момент просто сольете деп. Ну, опять же, риск-менеджмент, правильный риск-менеджмент поможет вам не слить деп, а слить хотя бы, там, не знаю, 20-30 процентов, ну, там, половину в худшем случае, да, если вас занесет. Но все равно вы потом отыграете и отобьете на удачном трейде. Вот такие вот сегодня мысли. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. О, прикольная выставка, смотрите. Классная выставка. Картин. Да. Неплохая. Фотографии, точнее. Выставка фотографий. Вот. И что еще я хотел сказать вам? Всем про фитроли, конечно же, хорошего настроения. С вами был Гринь от канала Крипто Комманс. Если вам заходит такой формат, ставьте лайк, пишите комментарии. Буду стараться снимать побольше. И что, до встречи в следующем стриме. Будем смотреть альткоины, обсуждать точки входа, выхода. Поэтому держитесь на связи. Обязательно проверьте подписочку в наш телеграм-канал. И в наш телеграм-чат, который сейчас появится у вас где-то на экране. Я надеюсь, что. И скоро увидимся. Пока-пока-пока-пока.